Мальчик хочет тамбов, ты знаешь чики-чики-чики-чики-то. Мальчик хочет тамбов, ты знаешь чики-чики-чики-чики-то. Мини-пластинки. Да, ребят, всем здрасте, вы на канале Первая Радская Жизнь. У нас сейчас будет дегустация вкуснейшей шурпы. Вот такая вот шурпа у нас получилась, смотрите. Она, кстати, получилась достаточно прозрачная, диетическая, жидкая в меру. У нас также, смотрите, на ужин еще такая зеленушечка. Да, вон тут морсичка налил, морсичка. У нас все, все прям, знаете, чисто витамины, вкусняшки и все. Шур руки-то трясутся. Тут оттясутся. Я видела. Алкаш, за скукавши, я слышу. Так, ребятки, мы еще отдельно оставили немножко зелени. Это у нас свежая кинза и укроп. Чтобы можно было прям вот так вот взять, вот так вот это все делаем. И вот сюда вот свеженько вот так вот все вот это покидать. Да, вот так вот покидать, вот это вот все. А вкусняшка прям вообще. Давай, добирай себе. Давай, давай. О, красота. Сейчас попробуем. Слушайте, у нас там еще остался сухпай. Вот, но мы решили его в следующий раз открыть, потому что такой шикарный суп получился. Ну, это грех просто оставлять суп, но потом. Нужно кушать его, пока он свеженький. Правильно? Правильно. Правильно. Все. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Все. Есть укропчик. Укропчик за минушку. Ай-ай-ай-ай. Все. Ну, давайте пробовать. Короче, у нас это не суп, а зелень одно сплошное получилось. Не, ну, в кои-то веке, знаешь, вот твоя шурупа, она стала похожа на суп. А то у тебя периодически суп просто похож на гуляш. А в этот раз вот за тебя. За Палыч, за то, что он вернулся, моя хорошая. За то, что он вернулся на наш канал. Хотя бы не на кухню, но на наш канал вернулся. Ура! Палыч в деле. Какой вкусный мортик. Это морс из натуральных ягод. С антиоксидантом, без добавлений, консервантом, красителей. Виноград, клюквы, брусника и мороженое. Так, ладно. Берем хлебушка. Попробуем. Что тут? Палыч в нем удел. Слушай, как приятно. Чувствуется мясо, чувствуются овощи. Не чувствуется твоих специй, не чувствуется вот этой обжарки. Прям вот классно. Шикарно. Нет, может быть, в принципе, и стоило бы, конечно, кое-где обжарить, но у меня так больше нравится. Прям свежатенько все. Реально лишний жир весь сняли. Ммм, слишком вкусно. И даже лучше, чем вот когда ты обжариваешь. Угу, серьезно. И мясо здесь, оно очень хорошо разварилось. Прям мясо. Бряненько. Угу. А взяли то всего две голешки. Ммм, по-моему, до еще поездки покупали. Да. И стоили совсем недорого, да? Наверное, по-моему. Только там 200 рублей еще. Угу. Ну, ты считаешь, вот такая вот кастрюля супа нам обошлась рублей 500. Ну, максимум. Да? А мне тоже ресторана одна такая тарелка стоит. Как мы, например, парк культуры проходили, Ивлева. Вот у них там дорогое. Такое, он говорит, Анна Павлова, 850. Жуть. Я ради такого случая, смотрите, разоделась. Свои лучшие от веселька. И Вован. Приделась. Ну, еще, кстати говоря, сухпайка. Вот, обязательно все раз упакуем. Он придет. И будет все хорошо. Там, кстати, каш какая-то. Там, там, суп. Тоже. В общем, полностью еда на одного на сутки. Что такое? Но шурпа, сотное изготовление, лучше все. Сейчас картошка нормальная, да? Не было, что они разварятся. Вот, там, мясо. Главное, мясо. Не, мясо, оно вообще, у них прямо губами можно есть. Главное, овощи ведь не расползлись, да? Все отлично. Я просто склоняюсь, 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 склоняюсь перед великим поваром. В первые веки он, видите, сделал не остро, без специй, которые я не люблю. И получил тем не менее все равно вкусно. Мастерство не пропьешь. Так что хочу еще раз поднять бухаль на нашего повара. Девчонки, сегодня все похвалы для него. Чувствую, я его прихвалю сейчас. Обновляет. Да, да, да. Именно так. Вот еще все, мы пельмень до пельменя. Надо мясо кушать. Супы хорошие. Я бы еще, значит, что сделала. Зелень можно с чесночком также порубать. То есть, если бы здесь еще и чеснок был бы свежим, было бы еще лучше. Я так думаю. Чет-то не мегасовен. Весь свой пыл оставила в рецепте? Когда я ем, я глухо не ем. А ем я всегда, да? Слушай, ну какая-то, знаешь, послевкусие такое остренькое. Да. Это что такое? Перец. Какое? Ну, видимо, красный. Красный? Слушай, ну ты же наверняка хотел плавить какую-нибудь там еще траву? Нет. Ну, в смысле, специи, которые ты еще любишь там? Зира. Нет. Нет? Не хотел? Кориандр. Кориандр, нет? Почему? Они типа здесь неуместны? Нет. Почему? А зачем они здесь? Здесь перец и соль. В общем, просто раз ты клал. Я просто раз, ты что-то клал. Я сейчас подниму рецепты. Ты еще на кулинарном канале тоже так же готовил. Ты только там ты обжаривал, что-то там, что-то сюты. Ты что-то там делаешь с томатом? Еще помню, горяжки я тебя обжарила. Куски мяса. В общем, извращался. А лартик просто открывался. Что изобретать в луспе? Каждый раз ему говорю, не надо выпендриваться. С такими обжарками, там, туда-сюда. Стоит у сковорода, как измол, из это, спачки. Существует несколько видов приготовленных. Ну, давай, рассказывай. А поел, давай, что-то. Вот тебе один из них. А что где? Рой. А еще какие есть? Всякие. Стоять, с чего готовить. А такой сольбу можно приготовить с говядиной? С говядиной? Можно. А с свининой? Конечно, можно, но это уже будет не восточном доме. А почему именно? А потому что там это грязное мясо. Он его не кушает. Там или говядина, или поранено. А есть курица? С курицей нет. Почему? А что курица не грязная? Она быстро готовится. И курица сама по себе сухая. Сухая? Да. А если взять ляшки, куряшки? А сколько варится курица? Не знаю. Ну, сорок. Чего? А сколько? Курица сорок минут. А сколько? За сорок минут там уже място не найдешь. Вот от этой курицы. За сорок минут. Сорок минут только правильно варится. А курица... Я не эксперт, я не засекала. В два раза меньше. Подсорились. На фоне какой-то фигни, да? Ты тут фигню всякую несешь. С курицы. Ты как, наелся сегодня на ужин-то или как? Или еще что-нибудь будешь? Ешь, ешь, давай. Опять будешь колбасу коптить? Глотай. Да? Да. Опять будешь? Опять буду. Чувствую, сейчас опять будет у меня мучить колбасой. Коптить буду ее, да? В микроволновке. Да, да, да. Нафиг это я засуну в микроволновку вообще? Чтобы резать. Она еще должна была бы стать мягче? Да. А почему не стала? Стала. Нет. Она стала, по-моему, еще более такая сухая. Нет. Ну, по-моему, да. Просто я немножко передержал, она поджарилась. Сушилась, я бы сказала. Поджарилась. Угу. Я бы сказала, подсушилась. Ужаром была сделана из блюмяса и крови. Так сделала какую-то фигню, не может признать. Угу. Усы-то убери. Я. Угу. Только. Она уже побрилась, ты что? Усы убери, говорю. Усы, да, не брю. А, ух ты, извините. Хе-хе-хе-хе. Можете еще тарелочку? Можете еще тарелочку. Я ж не конь. Не трех моментов. Да? Да. Ты всем-то не рассказывай. А ты тоже захочется? Угу. Коня. Можете. Хе-хе-хе. Хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Кутику всего. Что, я там брал огурчики и перчик маринованные. Мне что-то не понравился засолка огурцов. Какая дурацкая. А тебе вещь не очень нравится. Тебе только сыром это нравится. Да. А по сути... Нет, засолка наша нравится. По вкусу то же самое. Что у огурцов, что у сыра. Так вот. Это лучше всех солишь. У меня свой рецепт. Фирменный. Мамин. Передаешь из поколения в поколение. Могубанк это обмен любезностями. В седьмом колене. Да? Да. Ешь, ешь. Глотай. Ем. Пахома. А что ты на нас смотришь? Жуй, жуй, глотай. Ещё пожертвничал? Да. Холебушку пожуй. Да. Целых два кусочка сос. Да, вот жуй. Жуй, жуй, глотай. Я-я. Да-да-да. Ты меня. И насаживаешь каждой минутой. Да-да-да. И поедай, не твой вкусный суп. Ты видишь, как вышло? Угу. Что, остроту ты чувствуешь только в конце. Ну, кстати, серьёзно. Мне нравится, что здесь видно бульон. Видно. Не просто он какой-то превратился вот реально в гуляшообразный суп. А именно бульон. Понимаешь? Это реально суп получился. Да. А не то, что ты его, наверное... Да, конечно. В тот раз вот прям гуляш был. Вот так вот. В тот раз он был жирный. В этот раз нет. В тот раз я и не снимал жир. Ты в прошлый раз ещё, по-моему, добавил. Ты ещё и жарил-то на масле каком-то. Я на, блин, легком масле жарил. Лук и чеснок обжарил. И добавлю туда пасту томатную. Поэтому он вышел такой более тёмный. Более жирный. Более вкусный. Короче, мне такой вариант больше нравится. Да. Это более лёгкий вариант. Да. Я считаю, что вот сейчас съела. Вот реально. И чувствуются и овощи, и мясо, и всё. Да. Готовь так лучше. Это мне лучше. Лучше бы было, конечно, если бы там не было две голени. А, скажем, 3-4 голени было бы больше мяса. Ты даже сказала, что ой, две голени. На бог. По-моему, там было просто только всего лишь две голени. Да, мы там взяли последние две. Но они маленькие, как ты заметила, были. И радовались, что отхватили. Да, вот. Если бы были такие, как вот раньше. Это до санкций были из Австалии. Санкций? Да. Из... А помнишь, в Турции? Из Новоизеландии. В Турции какие хорошие голени. В Турции прислали голень. Это ягнёнка. Там одна голень была полтора килограмма. Офигеть, это что там за ягнёнок был? Такой ягнёнок. Там была такая голень вот. Полтора килограмма. Там кость пола. Ну и там очень много мяса. А тут он, когда вытаскивал, там косточка прям тонюсенькая. Да, да, да. Как будто там не барашка, а какой-то... Вот я говорю, мы в рейссране, ещё до санкций, когда готовили, мы положили на сотейник. Сотейник был 9 литров. Сотейник? Да. Сотейник 9 литров? Да. То есть это же тазель был. Вот такой вот большой и плоский вот такой вот. Такой большой. О, блин, фига себе. Это сотейники на нём. Да. Мы готовим. Вот это у нас... Подлик. Это шточник готовил для хозяина такую шурпу. Вот он брал туда пять кляшек. Сиди нули. Не жалей. Пять кляшек он брал туда. Не, ну вообще шурпами, кажется, это вот просто должно быть очень много мяса. Вот он. Пять кляшек варил. Тут у нас всё-таки вкусный суп получился, но мяса маловато. Пять кляшек. Потом это всё. Добавлял туда целые помидоры он клал. Он них... Он их резал. Он хачал от кожуры и прям на это целиком туда бросал. Это всё варилось три часа. Сиди, очень вкусно, что-то попробовали, помнишь, вы в Вьетнаме. Именно три часа варилось это всё. Ты представляешь, там что там вообще, блин? Там это... Помидоры она просто терялась. Надо посмотреть, может, там Вьетнам какой-нибудь открыли. Ну-у. Вот честно, вот не хочется... Честно, вот, если бы была возможность поехать куда-нибудь в Азию, я бы с удовольствием поехала в Азию. В Турции это по столько-по сколько. У тебя бы с удовольствием было. В Вьетнам... На Кипре я открылся. Не хочу. Не хочу на Кипре. Только там, правда, приюта... Я посмотрел цены. 150 тысяч за какой-то отель. Три звезды. Да, ещё ты не учла, что там... Это прям вообще перебор. Что там нужно это... И ещё и ПЦР-тест это сдавать когда? Прилетишь? Да. А здесь ещё нельзя здесь? Нет, здесь ты тоже сдаёшь. А здесь сдаёшь и там сдаёшь? Да, ещё там. Прилетаешь. Там ещё каждый день сдавать, чтобы на всякий случай... А то вдруг чё? Нет. У тебя они ещё не придумали. Там по прилёту сдаёшь, если всё нормально, тебя... Вы пускают и из отеля погулять. Из отеля погулять? А до этого запирают? Первые три дня тебе из отеля выходить. Это на Кипре? Да. Заново этот Кипр. Ну, хотя бы три дня, а не семь, как в Таиланде. Ну, туда. Не, ну, кстати, там вот говорят, что скоро всё-таки откроется Таиланд. Там откроется для тех... Сейчас уже запустили аэропорт на Пхукете. Ну, что он. То есть он уже реально запущен. Ну, что? То есть вот конкретно он уже раскачивается. Я тебе говорю. Ну, а ты читал, какие вакцины там в ходу? Нет. Спутниковит там нету. А какие есть? Там какие-то американские, индийские, которые ВОЗ запретил вообще вакцину, то что она вообще не действует. Нет, ну, сейчас вот выписка уже спутник лайт, типа вот для тех, кто переболел. То есть там же это... есть возможность. Есть. Но вся блин фишка в том, что он пока не котируется, он только котируется в 59 странах. Ну, у нас еще пока впереди полгода. Но эти страны пока закрыты. Ну, у нас еще пока впереди полгода, так что можно еще авось что-нибудь там рассосется. Не, ну вообще я слышала, что реально вот с 1 июля Пхукет официально открывается для вакцинирования. С 1 апреля уже открылся. С 1 июля. С 1 апреля. С 1 апреля. Спорим? Уже можно лететь. Ну да, ты там будешь еще неделю сидеть. 7 дней, да. 7 дней в любом случае ты будешь сидеть, даже если у тебя на руках паспорт. Либо 10 дней, если у тебя нет паспорта. То есть не 16 уже, а 10 дней. В какой-то веке что-то придумали. Потому что они как бы вообще... То есть ты можешь не вакцинироваться, а 10 дней в коротине отсидеть. Ну, честно, кстати, знаешь, мне понравилось достаточно в Сочи. Неплохо. Мне кажется, Абхазия была бы тоже замечательная. И цены там, кстати говоря, поприемлемее. Ну, не знаю. Чем в Сочи. Дело в том, что здесь система МИР. И у них как бы свои деньги есть, но они не в ходу. То есть у них в ходу наших рублей. То есть у них есть свои деньги, но они не в ходу. То есть они пользуются нашими. Ну, мы еще вернемся туда не разу. Ну, ребят, это такое юридическое отступление. Потому что, честно, хочется уже куда-то опять. Поскольку мы дома уже неделю, да? Или две? И неделю. А хочется уже опять куда-то полететь. Потому что душа рвется. Душа пиратская. И она рвется в путешествие и здрасте. Ладно, мои хорошие. Всех любим, всех целуем. Всем огромное спасибо. Поужина. Еще раз аплодисменты, лайки. Все достаются нашему великолепному повару Вовану. Который все-таки учел все мои пожелания. Ему прям вот отдельный лайк от меня. Все. На сегодня у нас все. Всем спасибо. Всем пока. Пока-пока-пока.